Добрый день дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале Галина Коломейко кройка и шитье. И сегодня тема нашего занятия моделирование. Мы будем проходить с вами как можно смоделировать вот такой вот воротничок. Он называется хомутик. По вашим многочисленным просьбам это вот такой вот такой воротничок. Я показывала вам себя, снимала свои видео неоднократно вот в этой одежде. Вам этот фасончик очень понравился и вы стали просить меня показать как же наконец можно выполнить вот такой вот воротничок нами с вами самостоятельно, потому что мы люди шьющие. Но прежде всего должна сказать, что этот воротничок на самом деле это не сшитый мною воротничок. Это не платье. Это купленное когда-то мною давным-давно трикотажное вот такая вот блузка, кофточка, топик, как угодно назовите. И почему-то какое-то время я его не носила. Сейчас снова ношу. И судя по вашим многочисленным откликам, хочу сшить сюда точно такого же цвета юбочку или точно такого же цвета брючки для того, чтобы у меня получился вытянутый прямоугольник и чтобы у меня получился вот такой законченный комплект. Потому что носить эту блузочку с черными чеми-то брючками я никак себе позволить не могу в силу своего маленького роста. Итак, наша задача воротник-хомутик и тема занятий сегодня моделирования. Мы будем говорить не столько о трикотаже, сколько из обычной. Как сделать этот воротничок из обычной ткани? Шьете вы все, что вам угодно. Платье, блузку вы себе шьете. Конечно, наверное, желательно. Мы разберем два варианта, чтобы это было выполнено в трикотажном полотне. Это будет второй наш вариант. А первый вариант мы его будем выполнять из обыкновенной ткани. Но чтобы вот посмотрите, обратите внимание, да, он у вас красиво, аккуратненько, почти лежал, полу стоял, полу лежал на плечиках. То есть это не стоячий вот такой воротничок, как хомутик, как стойка какая-то, да? У него одинаковая длина по горловине и одинаковая длина здесь. Наш воротничок полу лежачий, практически лежачий, да? Но в то же время не плоско лежащий. То есть у него присутствует и маленькая стоечка, и, конечно, разная длина по линии соединения воротника с горловиной и по отлету. Вот на эти длины мы их измерим и постараемся выходить. Итак, начинаем наш занятие. Как всегда, все начинается, естественно, с базовой конструкции. И вот она перед нами. Мы умеем с вами строить базовую конструкцию. У нас есть полочка и у нас есть спинка. Что же нам делать дальше? А дальше, прежде всего, нам нужно нарисовать горловинку. Так как вы все обратили внимание, что мой воротничок начинается не у самой шеи, а горловина там явно расширена, поэтому мне нужно расширить свою горловинку, видимо, с этой точки, от этой точки начать. Ну и, соответственно, измерить такое же расстояние на спинке. Вот так вот мы складываем наши детальки, отмеряем. И должны нарисовать это все на спинке. Значит, ну давайте на спинке попроще. Начнем с спинки. Этот воротничок, вырез, вернее, в этом случае, выглядит не как лодочка, но в то же время он и не глубокий. То есть он вытянутый в горизонтали, да, но в то же время не выхваченный куда-то вот сюда низко. Поэтому на спинке, как бы я нарисовала, посмотрите, мне немножко мешает моя выточка. Я ее вот так вот прикрою на время. Не буду ничего дополнительно разрезать. Просто вот так вот я ее сложила, смотрите, прикрыла. У меня получилась вот такая вот 3D конструкция, да. И теперь я от избранной мной точки на плечике рисую желаемый мой вырез на спинке. Я немножко-немножко его как бы понижаю. Посмотрите, какой у меня вырез получился. Вот такой у меня вырез получился. После этого я его... Сколько у меня от горловинки ушло вот здесь? Ну, сантиметра 2, не больше. Вот это расстояние 2 сантиметра. И я это сейчас подрежу. Сейчас я еще немножечко тут прикреплю сзади. Потому что кое-что хочется... Видите, как я заплаточки какие придумала сегодня делать, да? И мы вот так, вот так, вот так, вот так. И мы с вами знаем длину горловины спинки. Отложим пока это все в сторону. Затем, посмотрите, остаточная выточка. Если мы шьем из обычной ткани не трикотаж. Я ей никогда не употребляю, не пренебрегаю. Я из вершины вот этой выточки строю перпендикуляр. Вот здесь у меня прямые уголочки. Вот это прямые уголочки. Строим перпендикуляр к линии горловины спинки. И делаем по нему вот такой разрезик. И посмотрите, наша плечевая выточка переехала в горловинку. И здесь она может быть как прошита на нашей обычной ткани, так и переведена в посадку. То есть по длине горловинки вы прокладываете две широкие строчки, стягиваете их на величину вот этой выточки. Тут полтора сантиметра примерно у меня открылось. Делаете короче и у вас восстанавливается нужная длина горловины спинки. А на лопаточке сохраняется тоже нужная нам выпуклость. Вот это будет точный крой. На приталивание смотреть не будем, потому что это сегодня не тема нашего урока. Давайте посмотрим, что же нам нужно сделать с нашей горловинкой. Полочки. А вот горловина полочки, это у нас, получается, если мы тоже ее на 2 сантиметрика вот здесь углубим, чтобы ее нарисовать, мы должны пересечь открытую выточку. Но это невозможно. Мы знаем с вами хорошо, что чтобы оформить какую-то конструктивную линию, если она проходит у нас через открытую выточку, эту выточку надо сначала сложить. Поэтому я сейчас это и выполню. Но чтобы слокрыть стороны этой выточки, совместить их, мне нужно где-то разрез сделать, куда-то эту выточку перевести у нас строгий крой. Я могу ее перевести в боковой шов и разрез сделать отсюда. Могу ее перевести в пройму и разрез сделать отсюда. Так как у нас сейчас это не принципиально, да, то я разрез, у меня уже был приготовлен разрез из проймы, значит, я его и сохраню, и дополнительный разрез делать не буду. Здесь у меня было все закрыто, заклеено. Убираем вот этот кусочек, да. Делаем здесь разрез в пройме, и наша выточка закрывается. Закрывается, а в пройме открывается. И я сейчас аккуратненько вот это все зафиксирую. Вот такими своими маленькими полосочками. Все, мы закрепили, и вот этой выточки у нас уже здесь нет. Она открылась и пересена у нас в пройму. Забудем о ней, потому что сегодня нам интересна тема именно горловинки. Ну а сейчас, видя начало выреза и видя уже углубление по горловинке, я нарисую непосредственно саму эту горловинку. Вы можете поступить аналогичным образом. А нарисовав, я аккуратненько ее отрезаю. Итак, мы с вами подготовили наш вырез. Вырез нашего изделия, к которому мы будем пришивать свой воротничок. Хорошо. Давайте вернемся вот к нашему техническому эскизу. Посмотрите, какую мы сейчас с вами линию изобразили. Вот эту линию мы изобразили. Видите? Вот эту линию мы изобразили на полочке, и вот эту линию мы изобразили на спинке. Можем мы измерить ее длину? Конечно, можем. Вы делаете это с помощью сантиметровой ленточки, ребрышком сантиметровой ленточки, вот так аккуратненько промеряете эту горловинку. Я постараюсь сделать это с помощью своей линейки. Но это мы делаем, конечно же, на нашей базовой конструкции. Откладываем. Ну, можно ее оставить вот сюда. Пусть она лежит у нас перед глазками. Так, наверное, вот так вот будет вам наглядно, понятно, что мы делаем. Так. Так, вот я переверну листочек. Что там у нас со временем? 8-9 минут. Нормально. Так, здесь полочка, здесь спинка. Итак, смотрите, как я измеряю эту горловинку. У меня есть вот такая линеечка. На полочке длина горловинки 4 повернулись, 8 повернулись, 12 повернулись, 16-17. Значит, у меня вот здесь написано 17. Вот здесь у меня 17. Хорошо. Смотрим, что у нас на спинке. 6-16. На спинке у меня 16. Смотрите, эту выточку я считать не стала. То есть я ее как бы выкинула и посчитала вот такую горловинку. Итак, здесь 17, здесь 16. Запомнили. А теперь обратим свое внимание вот на эту линию. Посмотрите, какую. Эта линия для воротничка называется отлет. Отлет воротника. Мы явно видим, что отлет воротника явно больше, длиннее, чем линия соединения воротника с горловинкой. Это внутренняя часть воротничка. Это внешняя часть воротничка. И здесь она тоже, видите, какая большая. Как найти нам вот эту линию на нашей искомую длину? Как увидеть это? Да очень просто. Вот посмотрите, докуда у меня здесь доходит этот воротничок? Явно он доходит до почти конечной точки плеча. Давайте посмотрим еще нашу фотографию. Раз мы к ней обратимся и посмотрим, как здесь получилось. Так, вот, смотрите. Мы явно дошли до конечной точки плеча. Да, хороший такой вырез получился у нас. Хорошо. Значит, мне нужно снова вернуться к нашей базовой конструкции. Значит, на нашей базовой конструкции, докуда будет доходить? Вот докуда будет доходить эта линия. И здесь, вот отсюда она будет доходить. А какая ширина у нас тогда получается от горловинки? Видите, он повсюду ровненький идет, одинаковый, нигде его ширина не меняется. Измеряем 5 сантиметров. Значит, на расстоянии 5 сантиметров от выреза горловинки я намечаю линию отлета воротника. Значит, мой воротничок должен лежать вот здесь, на полочке. И, соответственно, 5 сантиметров я рисую здесь вот так вот на спинке. Так, посмотрим, насколько вам хорошо это видно. Давайте я эту линию нарисую вот так ярко-ярко, чтобы вам было видно. Здесь эта линия тоже рисуется при закрытой вытачке. Вот она. А здесь эта линия, вот она. Значит, мой воротничок должен лежать здесь. Здесь верхняя часть воротничка пришивается вот к этой линии. Ее длина 17. Нижняя часть воротничка пришивается ко второй линии. Ее длина нам пока неизвестна. А расстояние по плечику 5 сантиметров. И здесь тоже 5 сантиметров. Так, точно так же, как мы измеряли первую линию, мы измеряем вторую. Конечно, я делаю это очень условно, потому что вы будете работать на большой выкройке и сделаете гораздо качественнее. Ну вот у меня 24 сантиметра здесь получилось. Пишем здесь 24. А здесь сколько у меня получилось? Так, так, так. 12 с половинкой. Так, так, так. И здесь получилось у меня 24. Ну пусть 23 мы напишем. Ничего страшного нет. Вот. То есть, что мы сделали? Мы готовим с вами исходные данные. Значит, вот эта длина у нас, вот этого воротничка, от серединки переда до плечика 24. Так, 23 это спинка. А вот этого воротничка, вот эта длина у нас 24. Вот что мы знаем. А вот это расстояние у нас выбрано и равно 5 сантиметрам. Ну, так же, как, впрочем, и на полочке. Но это тоже еще не все. Мы с вами хорошо видим, что у нас на воротничке есть так называемая стоечка. Этот воротник же не плоско-режащий. Он поднимается, у нас немножко на какое-то расстояние, он поднимается над плечиками, да, делая их такими покатами. Значит, ширина воротничка должна быть не 5 сантиметров, ну, а как минимум должна быть сантиметров 7, а то и 8. Понимаете? Чем больше мы сейчас выберем ширину воротничка нашего, тем больше будет подъем вот на эту стоечку. Давайте возьмем какое-то вот среднее значение, допустим, 8. Но вы можете взять и 7, и 9 можете взять, и даже 10 вы можете взять. Экспериментируйте, пробуйте, смотрите, что у вас получится. И, как говорится, будете делать свои собственные выводы, что вам больше нравится. Потому что в разной ткани это будет вести себя совершенно по-разному. Итак, я выбираю. Ширина воротника у меня будет. Исходные данные. Ширина воротника у меня будет 8 сантиметров. 8 сантиметров. И поэтому я сейчас, исходя из этих соображений, начинаю делать моделирование вот этого самого воротничка. Для моделирования мне понадобится калька. Я вырежу на кальку сначала вот эту часть воротничка. Передней половинки очень четко и аккуратно. Вырезаю плечевой срез, обвожу. Обвожу нижнюю часть вот этого воротничка. Так, это у меня будет передняя половиночка. Теперь точно так же я вырежу заднюю половиночку. Так, ну вот так сделаем. А можно вот так сделать. Смотрите, обводим верхнюю и нижнюю часть. Вот это у нас выточка. Теперь закрываем как бы нашу выточку. Вот так повернули выточку, закрыли. На воротничке же ее нет. И обводим все остальное. Так. Вот так. И вот так. Это у нас спинка. А это сгиб. И это сгиб. Так. Все лежит приготовленное. Сейчас мы это вырежем. Стараюсь делать как можно быстрее. Но хочется рассказать все настолько понятно вам, что быстрее это уже будет в ущерб вашему пониманию. А для меня важнее все-таки, чтобы вы поняли. Научились моделировать легко и просто. И делать наши любимые выкройки чистыми, аккуратными, качественными и добротными. Может быть летом будет возможность. Я буду снимать какие-то видео с пошива. Но пока вот такой возможности нет. Итак, смотрите, девочки, что мы сделали. Мы вот так вот сняли копию, да? И сняли вот эту копию. Зачем же она нам нужна? А затем, чтобы построить наш воротничок. Ну и давайте возьмем еще какой-нибудь листочек бумаги, на котором будем работать. Пусть вот у меня получится вот такой голубенький листочек бумаги. Вот так будем делать. Здесь мы потом приклеим результат нашей работы. А пока, смотрите, нам нужно смоделировать воротничок. К сгибу положили. Длина воротничка в верхней части должна сохраниться? Должна. Вот я ее и обвожу. Потому что одинаково должна быть линия соединения воротника с горловиной. И вырез самой горловины, конечно, не могут быть другим. Дальше. Ширина нашего воротничка, мы договорились, 8 сантиметров. Значит, я вот так откладываю. 8 сантиметров. Смотрите, 8, 8 сантиметров. 8 сантиметров. Ну и вот так вот 8 сантиметров. А какая должна быть длина нижней? И длина нашей нижней горловины, нижнего среза воротничка, или мы говорим, отлета воротничка. Видите, какая она большая получается? А нам надо, чтобы она была 24 сантиметра. Где у нас 24 сантиметра? Вот здесь у нас 24 сантиметра кончаются. Здесь наверху у нас 17. А внизу у нас 24. Так у нас, такие у нас исходные данные. Наверху 17, внизу 24. Вот. И что получается? И получается, что чтобы воротничок у меня выложился, вот имел вот такую стоечку, мне нужно, чтобы он выглядел вот таким вот образом. Тогда он отогнется, и будет заданная длина отлета воротничка, и будет вот такая вот заданная у нас. Что теперь еще? Еще у меня есть, это мы поработали с передней половинкой, а теперь у нас есть задняя половинка. Точно так же. Задняя половинка, вот положим ее сюда. Нарисуем форму вот этой линии. Это у нас там 16 сантиметров. Так копируем ее сюда, чтобы было 16 сантиметров. Это у нас плечик. Плечико вот так вот идет, да? Кстати, здесь нужно плечико наметить. Вот так вот у нас идет плечико. Теперь тоже 8 сантиметров откладываем. 8, 8, 8 и 8. Давно не шила я такие воротнички, честно сказать. По вашим просьбам делаю это все. Когда я такой воротничок последний раз делала, я, по-моему, еще в институте работала. Тоже мне они очень всегда нравились. И я его лепила на манекене методом наколки, так сказать. Ну вот, смотрите. Это у нас спинка. И мы на ней находим длину. Вот она длина у нас. Так. Вот она длина. То есть, чтобы у нас все хорошо легло, мы должны оказаться вот в этой точке. Вот в этой точке. Значит, здесь будет шовчик идти вот так. И здесь будет шовчик идти вот так. Это 16 длина и 23 у нас внизу. Потом нам же надо воротничок вывести какой-то. Такой вот общий. Посмотрим, что у нас получится в плечевом шве. Сейчас все вырежем. То есть, мы сначала урегулировали наши длины все. Размеры вышли на исходные данные. Ширина воротничка, длина воротничка и так далее. Так. Вот так. Что у нас получается? Получается, что... Так, серединка. И вот так. Смотрите, какой пошел воротничок. А, собственно говоря, все хорошо и получается. И у нас пошел вот такой вот воротничок. У нас появилась вот эта форма воротничка. Ну и все. Я даже не ожидала, что так получится. Если хотите, чтобы он по плечикам лежал еще мягче, вот так вот можно сделать. Тогда у нас длина, длина вот этой штучки увеличивается и он как бы будет чуть-чуть еще побольше. То есть, он будет уже... Длина отлета воротника увеличится и он будет казаться пошире. А стоечка у него будет поменьше. Вот так у нас будет идеально то, что мы хотели получить. Смотрите, мы вот так вот воротничок. Это у нас вырез горловинки. А это то, что у нас получилось вследствие нашего моделирования. Видите, какой он? А если бы мы вот так его сделали, у нас бы он просто-напросто был плоско-режащим и не содержал никакой стойки. Вот так. Значит, мы обводим сейчас результат. Результат мне нравится. Очень логичный, очень симпатичный и очень правильный. Так. Как мы поступаем? Поступаем следующим образом. Значит, здесь у нас будет с вами полочка. Мы ее приклеиваем. Так. Здесь у нас будет с вами спинка. Ну, давайте вот так рядышком, как мы привыкли, спинку приклеим. Приклеили нашу спинку. В общем-то, они обе, как говорится, готовы. Какой у нас будет финальный результат здесь? Финальный результат будет вот какой. Вы на ткани обводите вот так. Потом укорачиваете немножко выточку. Зона недоступности 2-3 сантиметра, напоминаю. Вот так, вот так, вот так, ну и линия, известно, талии, если она у вас отрезная. Здесь сгиб. Теперь спинка у вас пойдет, будет выглядеть вот так, вот так, вот так, вот так. На спинке останется вот эта выточка. Проблему, которую вы решите и разберетесь, да? Сгиб мы обычно не рисуем. И вот так вот нижняя линия талии. Это то, что у вас получается на ткани. А теперь наш любимый воротничок. Итак, середина переда. Вот она, середина переда. Так. Значит, мы приклеим этот воротничок вот сюда. Долевая нить, видите, как она совпадает у меня, да? А вот середина спинки, мы же должны как-то этот воротничок все-таки подумать, как мы его должны обработать. Значит, и мы сейчас с вами сделали заготовку самого воротничка. То есть сам воротничок у нас будет выкраиваться, например, следующим образом. Может быть шовчик сзади. Что, как говорится, самое такое, да? Давайте сейчас подумаем немножко. Значит, перед нами обычная ткань. Это передняя часть воротничка. Это спинка, задняя часть воротничка. Перед нами с вами обычная ткань. Если здесь пойдет долевая нить, вот так вот у нас, да? Посередине передней половинки. То, посмотрите, получился практически около 90 градусов. То вот здесь у нас пойдет уточная нить. А вот здесь посерединке у нас пойдет косая нить. Посмотрите. И вот лучше всего для такого воротничка ляжет вот эта серединка. Потому что край будет явно договорить тому, чтобы он немножко был оттянут. Ну, и вы знаете, и мне эта картинка нравится. Единственное, что может в технологическом плане вас немножечко напрягать, что если слабые ткани у нас, вот эта часть немножко вытянется, а вот эта нет. Тогда при согнутом вот таком состоянии, вот здесь будет чуть пошире воротничок, а здесь впереди и сзади чуть поуже. Но я думаю, что это легко поправить как бы во время осноровки. Поэтому посмотрите, мне очень нравится вот эта версия. Если у нас платье, как говорится, обычное, если у нас ткань обычная, если у нас ткань явно трикотажное полотно, то не буду долго задерживать вашего внимания. Что мы сделаем? Мы сделаем этот воротничок двойной. Значит, сколько у нас здесь в длину? 17 и 16, это у нас будет 33. 33 сантиметра получится у нас в длину. Так? В ширину у нас 8 и 8 получится у нас 16 сантиметров. Так? 16 сантиметров получается. И 33 вот сюда. Но это полворотничка. Полворотничка, да? А у нас, если в один слой, если вот здесь два слоя, а если говорить это о целом, так, 17 и 16, 33 надо было мне сделать. Сколько тут сделаю? Здесь 33 сделаю. Все верно. 33, значит, еще сюда. Вот теперь смотрите, я рисую один слой воротничка. 33, рисую один слой. И по идее вот его выкройка. Ткань у нас трикотаж. Трикотаж, петельный столбик, в котором идет вот так сверху вниз. Вот такое расположение. То есть подолевой нежелательно делать. Конечно, надо делать вот так. И вам нужно перегнуть, в конце концов, вот это все пополам. Вы перегибаете вот это пополам. Так? И у вас остается полворотничка. Как бы в два раза меньше. Но он уже двойной, сложенный на два. Да? И ваша задача его, как говорится, пойти на утюг и завести. Завести, это значит придать ему вот такую вот форму. Если здесь у вас было 33, внизу вам надо 24 плюс 23. Здесь наверху, скажем, 66, то внизу должно быть 24 и 23. Это получается 47, 47 умножить на 2, внизу должно быть... Где я вас обманула? А, 80, 47 умножить на 2, это получится 90, 94. Вот здесь должно быть 94. Вот здесь должно быть 94. В сгибе 94, вот здесь 66. Значит, вот эти 94, вот такую форму воротнику нужно придать утюгом. Вот и все. Значит, это будет у нас из трикотажа. Вот такой воротничок. В один слой выкраиваете. Перегибаете пополам. И заводите его, утюжите. Потому что трикотаж, когда он выкроен вот в таком направлении против петельного столбика, он позволит принять вот именно вот такую вот форму, которая у нас и выбрана с вами на основном вот таком воротничке. Ну вот, пожалуй, и все. Казалось бы, такой простой воротник, а так много времени у нас ушло с вами на занятие. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы. Всегда Ваша Далина Коломейко.